Всем привет, вы на канале CryptoCommons и тема сегодняшнего выпуска это вот этот вот дамп, который происходит сейчас. Здесь на недельках его практически не видно, но если мы приблизимся на 15 минутки, тут происходит просто жесть. Хотя мы такую жесть с вами часто видим и давайте разберемся, что же можно все-таки делать. Обычно, когда мы видим такие коррекции, это очень хороший момент для покупки, как вы можете сами понимать, потому что в какой-то момент цена отскакивает и вы сразу становитесь в хорошем плюсе. То есть обычно хороший момент для покупки это не вот здесь, не на зеленых свечках, как вот здесь, а на красных, если говорить про среднесрочные покупки. Но сегодня особенный день. Пришла новость про то, что ковидный штамп из Африки какой-то суперопасный. Ну в общем пугают всех ковиддампом 2.0, коронадампом 2.0, все рынки сыпятся, не только крипта. И напоминаю вам, что прошлый коронадамп, вот он был, он был, конечно, внутри медвежьего рынка, хотя многие думали уже здесь, что это рынок бычий. Он увел нас в очень сильную коррекцию. В моменте мы падали на, ну вот примерно на 62,5% по битку, по альтам еще жестче. И после этого мы увидели отличное ралли. И, конечно же, так может случиться. И тогда падали не только биток, тогда падали лайфанда и все остальное, как и сейчас падает. Вот, значит, куда бежать и что делать, спросите вы. Ну, смотрите, вот в телегу все постил. План B говорит, что его план на 98 тысяч в ноябре походу не отработал прогноз. Но прогноз на 100 тысяч в целом в этом цикле и выше все еще в силе, я с ним согласен. Ну, в общем, раз не отработал план B, то нам нужен план C. И также в телеге, вот я сегодня писал, что в любой непонятной ситуации лангуйте золото. Лангуем золото на FEMIX. Что будет происходить, если сейчас будут трясти все рынки? Конечно же, будут защитные активы расти. Это что у нас? Золото, серебро, платина и так далее. Вот, собственно, по золоту мы видим очень хорошую разворотную формацию. Плюс вот здесь вот такие объемы подкрепленные. Красная свеча была объемов, но она удержана. Короче, золото, это не финансовый дисклеймер, но на FEMIX и на PrimeXBT по ссылкам из записания вполне себе лангуемая история, на мой взгляд. Также не забудьте подписаться к нам в Telegram, если вы еще не подписаны. Дальше. Это что? Это план C. Так-то вот. А пока что мы видим крышесносные минуса. Ну, я вижу, по крайней мере, по моим открытым сделкам. Недавно я открылся заново на пробое. Все красное. На банане тоже сегодня profit loss. Блин, не позавидуешь. Мягко говоря. Это при том, что я снимаю Basic Attention Token. Я снимаю сливки с Basic Attention Token, и их все равно не хватает, чтобы перекрывать лоси. Потому что, вот, если вы посмотрите на CryptoBubbles, то тут практически все в красной зоне, за исключением Basic Attention Token. И, да, ребята, даже так бывает, что у вас в очень хорошем плюсе сделка, но все остальные в минусе, поэтому вы как бы, вы все равно закрываете ту, которая в плюсе. И вам рисуют в моменте минус, вам кажется, что у вас дикий минус, но потом, если вы посмотрите за более старший промежуток, то вы все-таки окажетесь в плюсе. И надо это делать. Надо забирать прибыль с тех сделок, которые, как минимум, дают вам забрать прибыль в моменте. Вот, так что это очень важно. Но что можно еще заметить, что индекс страха и жадности находится в нейтральных значениях после вчерашнего и прошлой недели страха. То есть, возможно, сейчас его загонят еще раз в страх. Возможно, мы дипанем. Но давайте понимать тогда, что какие у нас есть расклады. У нас есть хороший расклад. Это то, что мы прямо сейчас нащупываем здесь поддержку. Вся эта вирусня с новостями является ничем иным, как хайпом. И мы уходим дальше в пятую волну и уже взрываемся в космос и ликвидируем всех шортистов. Это хороший вариант, скажем так. Плохой вариант. Плохой вариант, что мы сейчас валимся ниже. И давайте подумаем, куда же мы можем свалиться ниже. Хотя бы по битку, чтобы по альткоинам-то там уже будет понятней тогда. Вот, опять же, здесь ничего плохого нету в слое плохой. Плохой в плане, что цена будет идти вниз. Но на самом деле для нас это хороший с вами, потому что мы всегда хотим докупиться дешевле. Вот, что мы можем видеть? Что у нас есть ясное сопротивление предыдущее. Что у нас есть вот тут вот уровень сопротивления, с первого раза не пробитый, на уровне 52 тысячи. И можем мы спуститься и до него, и даже ложно его проколоть на самом деле. Вот тут тоже, если мы натянем, у нас было много всего. Короче говоря, могут нарисовать еще палку даже ниже со сквизом, куда-нибудь на 48-49. И потом только отскочить, и это все равно мы останемся тогда в аптренде, как вы можете видеть. И надолго из канала не выпадем. Так что, вот. Могут, конечно же, если мы говорим про коронадамп 2.0, то надо смотреть на недельки и рисовать супер брутальную картину, что мы можем вообще дампануть куда-нибудь, где мы там сейчас, что мы можем дампануть куда-нибудь а-ля вот так вот на 40 или 30 с чем-то, или даже еще ниже, прикиньте, на 20-ку или на 15-ку дадут соплю. И потом мы такие, опа, отскакиваем и летим уже на сток-тофлоу, там, на 300 тысяч. Такое может быть? Ну, как бы маловероятно, но может быть, ребята. Потому что вот это тоже было маловероятно, но произошло. Поэтому, слушайте, запутал я, скорее всего, вас в край, но в сухом остатке что? Покупать просадки нужно, но на свой страх и риск дисклеймер. Золото и серебро сейчас, на мой взгляд, самый вообще хедж от всего этого безумия. Вот. Я держу свои ланги, докупаю, продаю то, что стрельнуло. Продаю бат, ману частично. Продаю то, что отросло, короче. Zcash частично продаю. А то, что еще не отросло, добираю. Вот. Но вы делайте, как вы считаете нужным. Я все еще думаю, что рынок бычий, мы пойдем гораздо выше. Но, кстати, по этому самому, по TRDR.io, ссылка на который, кстати, тоже в описании, с очень хорошими индикаторами, типа order book overlay, регистрируйтесь по этой ссылке. Вот. Мы видим, что покупатель-то на самом деле есть, и он потихонечку добирает. И мы видим, что у нас рекордные оттоки. Ребят, фундаментально у нас рекордный отток битка ликвидного с бирж. У нас кучу стейблкоина на биржах и очень мало крипты, битка и эфира. Рекордное сжигание, рекордное все. Фундаментал очень бычий. Поэтому в любой момент может начаться вот такое, как это обычно и происходит. Понимаете? Тем более, что мы в канале. Не забывайте о том, что мы в канале. И у нас здесь есть очень серьезная поддержка. Как и покупательная, так и медийная, так и фундаментальная. И все остальное. Опять же, если сейчас посыпятся рынки традиционные, то крипта – это на самом деле не более рисковый актив, а это хедж от этого всего безумия, ребята. Потому что это крипта, ее хотя бы нельзя подделать, напечатать сколько угодно. Вот и все. Поэтому в сухом остатке я продолжаю верить в бычий рынок, набирать лонги, но призываю вас к тому, чтобы быть благоразумными, не влетать на всю котлету на хаях и добираться уж лучше вот сейчас. И при этом рассчитать риск так, чтобы если упадем еще сильно ниже, чтобы там тоже вас не ликвиднуло, а чтобы там вы могли добрать. Собственно, все то же самое, что я вам обычно говорю, ребята, но это работает. Это правило работает. Фиксируйте прибыль там, где она есть. Режьте убытки либо коротко, либо с маленьким плечом, без стопа усредняйтесь на свой гребаный страх и риск, потому что это Мартин Гейл. Это может в каком-то случае не отработать, а вас просто ликвидируют на все ваши средства, которыми вы торгуете. Ну и что можно еще сказать? Все будет хорошо. Все будет хорошо. А с вами был Гриня, ваш личный психолог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы думаете по этому всему поводу. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok